Владимир, первый вопрос, который, наверное, всех интересует, как твое нынешнее состояние, как нога? Сохраняются ли какие-то болевые ощущения или уже это все в прошлом? Состояние сейчас начинаю тренироваться потихонечку с тренером-реабилитологом. Он мне составил программу, какую я буду придерживаться, и ощущения у меня все, болевых ощущений никаких нету, все нормально, все выполняю, все делаю. Ты тренируешься здесь с самого начала сбора, по индивидуальной программе занимаешься. Расскажи, что это за программа, что ты конкретно делаешь, что ты уже сделал, что ты будешь делать? Ну, я делал там по дорожке, ходил там полтора часа, такие больше функциональные, чтобы просто кровообращение лучше, потому что я год не занимался, мне нельзя было ничего делать. Сейчас пока такие упражнения, сегодняшние дня уже начали чуть-чуть упражнения на физическую нагрузку мышцы уже делали, бегать сегодня начали, так уже. Тебе как человеку, который много лет подряд сталкивался с гораздо более серьезными нагрузками, сейчас вот нынешние нагрузки как воспринимаются? Как что-то такое очень простое или после года без физических нагрузок это тоже уже кажется чем-то тяжелым? Да нет, обычные простые нагрузки ничем тяжелым и не кажутся, поэтому я думаю, что ты месяц-два травма, у тебя что год, в принципе, все равно организм в таком же состоянии будет, что два месяца ты не тенируешь, что год как бы. Все равно я там себя поддерживал в форме бассейн, ходил, плавал, занимался там дома, то, что там ездил на обследование, мне говорили, что можно делать, я эти, ну придерживался, эти упражнения я там делал, поэтому не полностью, не то, что так я сейчас с чистого листа начинаю. Я почему спросил про нагрузки, потому что, ну, известно, что с Анатоличем, с нашим тренером, реабилитологом, с которым ты сейчас занимаешься, достаточно тяжело заниматься и футболисты это не очень любят, потому что знают, что он будь здоров может нагрузить, пока такого не было. Ну, потому что, ну, это мне все предстоит еще, я-то с ним уже занимался, восстанавливался, как бы знаю, что меня ждет, что будет, но это понятно, это специфическая работа, для футболиста, которая несовместима, ну, как бы, которая на поле ты делаешь и занимаешься в зале, это разная работа, и она, конечно, очень тяжелая, но потом зато будет легко и будет легче входить в тренировочный процесс. Я видел на одной из тренировок, как ты очень долго, да, работал на беговой дорожке, и было такое ощущение, что если бы ты шел по реальной дороге на улице, выйдя, допустим, из пафоса, ты бы дошел до Лимассола, мне кажется, вот эта монотонность, как ты с ней борешься, ведь это очень сложно, просто идти, 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 идти. Ну, я вот начал смотреть сериалы, там просто уже брал айпад, ставил, смотрел, и как бы время быстрее проходило, там. Ну, полтора часа, конечно, да, еще просто дорожка стоит, хотя бы какой-нибудь пейзаж был, а то просто стена перед тобой. Ну, музыка или сериал брал, смотрел, как бы отвлекался. Расскажи, какой сериал ты посмотрел, пока шел по беговой дорожке, вот, ну, последний раз? Смотрел «Острые козырьки» сериал. Так же, как и Денис Кулаков, кстати, он нам тоже. Ну, у нас, да, много, кто смотрит его, поэтому, да. Ты говорил в интервью уже, что сейчас будешь плавно подходить к работе в общей группе, к работе на поле, и что неделя или день здесь уже не имеют большого значения. Сейчас ты примерно можешь продолжительность этого процесса оценить? Насколько долгим этот процесс будет, когда уже ты сможешь на зеленый ты газон выйти? Ну, так как составили программу доктора и, ну, тренер, реабилитолог, то, ну, планируется, что к третьему сбору, на третьем сборе я начну работать уже в общей группе, как бы. Сейчас с первого сбора у меня будет такой втягивающий, с второго сбора у меня будет хорошая нагрузка физическая, и с третьего сбора планируется, что я начну тренироваться с командой. Что касается проблем твоих с ногой, да, которые были, предстоят ли тебе какие-то еще дополнительные обследования, которые точно могут сказать, что все, эти проблемы как бы решены, их нет? Или уже такой диагноз есть, что у тебя все выздоровело окончательно? Ну, как сказали, что окончательно выздоровело, ездил в декабре на обследование, но там надо будет сейчас поехать на обследование к ним сделать, там, шелкография называется, когда там радиацию в организм вводят, и чтобы посмотреть, ну, на 200% хотят быть уверены на то, что она ушла. Ну, по ощущениям ноги я не чувствую то, что я чувствовал, когда я предыдущую делал шелкографию, как бы. Тогда у меня был дискомфорт, болел, а сейчас, как бы, у меня никаких ощущений нет. Ну, и они, как бы, смотрели, обследование делал МРТ, они так смотрели на ногу, и они остались довольны и сказали, что все у тебя ушло. Отмотаем время, на год назад ты начал тренироваться с Уралом, также на Кипре, но потом снова вот проблемы с ногой, понятно стало, что предстоит вновь под нож Ирурга, да, ложиться. Как не сломаться в такой ситуации? Ну, не знаю, у меня семья моя поддерживала очень сильно. Все, жена и родители тоже поддерживали. Поэтому, ну, еще... Ну, у меня, как бы, так можно сказать, радостное событие было, жена была беременна и ждали ребенка, как бы, и было, ну, было чем, можно сказать, отвлечься от этих проблем футбольных, которые со мной случились. Как раз летом у тебя родилась дочка, и я хотел об этом спросить. Насколько хороший из тебя отец, вот, как сам ты думаешь, насколько вот удается тебе справляться с родительскими обязанностями? Ну, не знаю, поначалу, как бы, когда она маленькая была, была, ну, ну, непривычно, как бы, так сказать. Ну, все равно, конечно, тяжело, там, больше жена там все делает, да. Ну, там, что надо, там, всегда помогаю, там. Сейчас уже больше, она уже повзрослее стала, и уже с ней легче, там, можно уже и памперс поменять, там, и все, там, и скупать. Ну, как бы, так уже нормально, приловчился уже. Практически год без футбола для футболиста – это, конечно, большой срок, и понятно, что тебе, наверное, вновь придется все доказывать на футбольном поле, как с чистого листа, по сути, да, начинать. Насколько ты к этому готов? Насколько вот ментально ты готов к этому, что придется вновь выигрывать конкуренцию, бороться за попадание в состав? Бороться за попадание в состав надо, в принципе, каждый день, каждую тренировку, но я до этого и восстанавливался, чтобы выходить и то, что доказывать, то, что я, ну, в принципе, самому себе и всем то, что, ну, меня травма это не сломает, и я буду дальше играть, и все будет хорошо. Говорят, что после серьезных травм и долгого лечения у футболистов может возникнуть такая проблема, что они невольно перестают идти в борьбу, в стыках как-то меньше участвуют, берегут себя. Вот ты, как думаешь, можешь ли ты столкнуться с такой проблемой? Ну, я тоже тени выходил, тренировался, как бы, не знаю, мне сколько травм было, я никогда не всегда шел в борьбу, и для меня это не будет проблемой, потому что я не буду бояться, что может что-то случиться, но случится-случится, что сделаешь. Такова наша футбольная жизнь, потому что, ну, выступать точно не буду. Субтитры создавал DimaTorzok